Жуткое происшествие в Дандюшанском районе. 64-летний мужчина во время семейной ссоры выстрелил в своих сына и невестку и скрылся в неизвестном направлении. Раненых доставили в больницу. Состояние боев тяжелое, но стабильное, говорят врачи. Женщину вчера прооперировали. Открыто уголовное дело в полиции. Сообщили, что у подозреваемого не было разрешения на хранение оружия. Инцидент произошел в селе Цаул. На глазах у двух несовершеннолетних детей пары. Соседи рассказывают, что отец и сын недавно вернулись из Чехии, где долгое время работали вместе. Что могло побудить мужчину взяться за ружье и выстрелить в родных, понятия никто не имеет. Я слышала выстрел, но подумала, у Юры ружье, у Сережи. Боже мой, ребята, как же так? А сколько выстрелов вы слышали? Один раз вроде выстрелил, но бог его знает, что там происходило. Я специально не слушала. Вроде один выстрел слышала, больше ничего. И разговоры вроде были, вроде дети плакали. Потом уже вечером я все и узнала. Отсюда у нас ничего не видно. Один выстрел был. Вот что я слышал. А вы знаете стрелявшего? Да, он неподалеку живет. Вроде порядочный. На своем месте, как говорится. Кто знает, что произошло? И местный примар о семье говорит только хорошее и не может пояснить случившееся. Сын порядочный парень. Его жена тоже работала в детском саду сейчас в декретном отпуске. Они хорошая семья. Никогда не было слышно, чтобы создавали проблемы. В селе их знают. Они ладят с местными. Я действительно удивлен тем, что произошло накануне вечером. Врачи Единицкой больницы говорят, что супруги прибыли к ним в шоковом состоянии. Больше всего пострадала 32-летняя женщина, получившая ранение в живот. Пациенты поступили. Одна в отделение хирургии с проникающим ранением живота, с ранением желудка, тонкой, толстой кишки. Ее прооперировали. Сейчас состояние тяжелое, но стабильное. Еще один пациент поступил в больницу с травмой левой руки. Завтра ему будет сделана операция по удалению пули. Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.